На беда однозначно принесет украинский плюс. Поставьте себя на место билетиного старшего тренера в сборной. И это нам было, когда они играли в НТЛ, это нам было на месяц выезжать в Северную Америку, смотреть за ребятами, потому что очень сложно, читая отчеты ваших коллег, сделать какую-то общую картину, как вы видите, в каком состоянии вы видите кандидат в сборную. Теперь для Николая Хальдаровича это не нужно делать. Все ребяты, которые члены сборной, которые входят в состав, в расширенный состав, они все здесь. Поэтому ему легче составить мнение о том или ином игроке и уже смотреть сочетания, какие будут. А не так, как было до этого, то есть за 3-4 дня суметь сохранировать состав и терпеть, это очень трудно. Поэтому, я думаю, по крайней мере, это нападет на пользу нам. Однозначно. А я знаю, что члены, что у вас была или есть негативная школа Сергея Макарова. Как вам сейчас ситуация? Да, это будет 7 лет, когда она существует. И когда эта школа создавалась, помню, еще руководство города, были очень много разговоров, что он придет в Макарах, значит, всех лучших игроков с игроком в городе. Мы сразу сказали руководству города, что ни в коем случае мы не создаем одну школу, как хотелось, трактора. А то есть вы любого игрока, который в нашей школе вырастет, если он вам подходит, значит, вы без всяких компенсаций забираете. Это все сделано ради трактора, ради ребят, чтобы охватить больше количества, то, что я уже сказал, то есть как можно больше школ, если будут создавать, тем лучше для местной команды, потому что будет больше будет крутой воспитанник. И эта школа очень удачная, она уже занимает вручную второе место в Броне. Это все просто, поэтому я думаю, что не случайно, не зря мы в первую школу. Вот это ваши действия лично, наверное, потому что предыдущие коллеги спрашивали, что ты сделаешь, чтобы вести какие-то хорошие истории с ними? Ну, мы этим сейчас и занимаемся. Я уже сказал, что мало говорить в газетах, призывать, я знаю на свою руку, это не дает результатов, когда мы будем только призывать. Мы очень много ездим сейчас по России, я недавно с Сахалина прилетел, сейчас группа ребят находится в Магадане, и мы ездим, собираем репетишек, делаем мастер-классы, беседуем с ними, делаем теоретические занятия. То есть, и тоже их отцов привлекаем, родители, не только детей, чтобы родители приходили, и мы привлекаем, это, думаю, больше не сурпоза, чем призывы. Вот, если вам можно, есть вопрос? Ригзон.